Ну всё, у нас наступила зима. И даже видите, какой я новогодний трек выбрала для этого видео. Сегодня у меня уже, конечно, никаких пеших прогулок. Я решила поехать на машине и заеду в несколько мест вместе с вами. А вам я предлагаю сейчас просто насладиться такой классной природой, этим снегом. Это просто нереально круто. Со стороны. Я это люблю смотреть со стороны. Но когда выходишь, не знаю, я никакого удовольствия от этого снега не получаю. Хотя, конечно, смотрится красиво. Ну, конечно же, Wildberries. И, конечно же, я вот заказала живу. Вы, кстати, понимаете, что эта жива, она в несколько раз дороже, чем вами носил. Ну так, вам на заметку посчитайте как-нибудь, сколько она стоит на самом деле. И вот такие штучки я взяла. Это для уличных растений. И мои ноги привели меня, как бы вы думали, куда. Ну, тадам! Конечно же, в ленту. Теперь все свои покупки, после того, как я тогда удачно захватила несколько орхидей по акции, я совершаю только в ленте. Под любым поводом я еду в этот магазин, что мне нужно из продуктов, покупаю только там. И прохожу мимо этого волшебного стеллажа скидочного. И я хочу вам сказать, что он каждый день пополняется. Этот стеллаж они как-то откуда-то из окромов вытаскивают свои растюшки и сюда их ставят. Видимо, пока... Еще пока не все успели расставить свои орхидейки. Ну, здесь ничего такого особенного. Вот как бы, в принципе, вот эти идут типа по полной цене. Но я-то знаю, как надо делать. Я еще и вчера здесь орхидейку ухватила, просто не стала снимать на видео. Просто переходите на... Ну, вот эту вот стойку регистрации... Какой там... Ну, типа администрация, не знаю, стойка регистрации, всякие замены. Короче, приходите туда, говорите, орхидея в плохом состоянии, и все. А это вот на самом деле, посмотрите, какой капец бедненькая. Ну, ее, конечно, уже вообще все обморозили. Жалко, конечно, орхидейку. Стоит по полной цене, бедолага. Наверное, так она там останется. И вот эта тоже, посмотрите, симпатюлька такая. Можно было бы ее, конечно, ну, как бы выцеганить по скидке. Но я не стала этого делать. Как-то мне уже достаточно. Вот это нарбону я глаз положила изначально. Но потом, когда я увидела эти корни, тоже как бы, да. Ну, тут уже, ну что, я не хочу совсем какую-то реанимацию. Я решила ее там, конечно, оставить. Корни, ну, их нет. Они все сгнившие, схлопнувшиеся. Лист там, короче, капец. Ну, в общем, нет. Я ее оставила. Ну, я так как бы прохожу, поглядываю так каждый день, когда захожу в этот магазин. На эти орхидейки. Вот это вот. Мне понравилось ее состояние. Посмотрите на эти корни. Все хорошо. И я решила ее прихватить. Решила ее прихватить. Как вы думаете? Вот из-за этого растущего цветоноса. Думаю, ну, пускай пустят. Сейчас я ему обрежу. Орхидея в нормальном состоянии абсолютно. За 300 рублей. Почему бы и нет? Возьму. Я так понимаю, что это кимоношка. Потому что я взяла со стеллажа кимоно. Их по полной цене. За тысячу полторы типа. Вот. Смотрите. Вот я ее сюда поставила. И чисто так для сравнения. Вот вам даже показываю. Вот листики одинаковые. Вот фактически одинаковые листики. И это кимоношка. И там тоже такой высохший листик. Цветочек очень похож на кимоно. Я решила вот ее взять. Ну, тут всякие, знаете, такие типа сиреневые, беленькие. Тоже попадаются. Но если ты рядом живешь и ходишь в ленту, почему бы и нет? Можно периодически отслеживать и брать. В общем, вот это вот я ухватила. Одну орхидеечку. А вот это я ухватила вчера. То, что там проходило вчера. И вот эту орхидейку вообще в отличном состоянии. Вот я ее купила. Тоже за 300 рублей. В таких идеальных условиях на теплом сидении едет орхидейка домой. Думаю, будет все хорошо. Ну, что я хочу сказать. Вот эти орхидейки я взяла. Я их хочу полностью восстановить. То, что интересные такие сорта из ленты, что смогла ухватить. Я их восстановлю. К весне они должны быть к лету уже, вернее, в отличнейшем состоянии. И хочу их среди вас разыграть у себя на канале, когда можно будет их уже отправлять. Ну, туда уже к лету, когда они будут уже полностью такие сильные, адаптированные орхидеюшки с хорошей корневой системой. И как-нибудь интересненько там уже ближе к сезону отправок. Летом. Интересненько, как-нибудь с вами эти орхидейки разыграем. А сейчас будем просто их восстанавливать. Будете следить. Я буду показывать, что я буду делать. Я думаю, что все будет хорошо. И, конечно, при покупке вот таких вот орхидеек с плохой корневой, каких-то там совсем скидочных, видите, я тоже как бы не все беру, потому что мне не хочется совсем уж копаться с какими-то вообще там реанимашками. Как-то мне это совершенно не делает настроение. Я беру более-менее нормальные орхидейки, которые перезимуют дома. И которые, я точно знаю, что они весной и летом будут в отличном состоянии. Ну вот, когда я пришла домой, я их просто поставила на достаточно теплое, без всяких сквозняков, ну, такое место. Здесь у меня нет других моих орхидейок, так что я вообще ничего не боюсь. Их тут оставляю. Это у меня стоит уже, наверное, неправильно второй день. А вот эту я только ту, которую привезла. Она такая холодненькая, как бы там я ее ни грела. То есть для нее все равно был даже в машине вот эта поездка. Это такой некий стресс. Так что я ее трогать не буду. Она будет постепенно здесь привыкать, адаптироваться. Ну, конечно, я и срежу в ближайшее время этот цветоносик. Вот, беру вот это вот, потому что у меня нападало. И все, оставляю их вот здесь стоять и привыкать к дому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok